В наше время мало кого можно удивить фото подарком. Многочисленные предложения в интернете и на каждом углу города перевели эту неплохую, в общем-то, идею в разряд наибанальнейших. Спешу исправить ситуацию свежими хендмейт-вариантами. Распечатайте фотографию сестры или подруги в черно-белой гамме и частично украсьте вышивкой, используя нить мулине. Либо приклейте сверху искусственные цветы, формируя из них венок. Основа бокала, как нельзя лучше, подходит для украшения фотографией. Промажьте круг прозрачным клеем, приложите фото, вырезанное по размеру и покройте защитным слоем лака. Точно такую же технику можно использовать для создания именных магнитов на холодильник. Все, что вам для этого понадобится, это распечатанные фотографии, магниты и вот такие стекляшки, которые можно купить в любом магазине. Мы с вами уже как-то делали золотые силуэты, а сегодня я предлагаю упрощенную версию такого мастер-класса. Вырежьте человека с фотографией, обведите контур на цветной бумаге и закрасьте золотым маркером. Лучше всего такие рисунки будут смотреться сериями. Коробка воспоминаний уже стала легендой, в особенности из-за того, что ее можно персонализировать до бесконечности. Красить изнутри и снаружи, декорировать орнаментами и гравюрами, выбирать цвета, основы и, конечно же, самые лучшие свои фотографии. Освежить воспоминания близкого человека о путешествии в страну замков можно при помощи вот таких ночников. Распечатайте дома и вырежьте их по верхнему контуру. Затем сверните в трубочку и вставьте внутрь свечу-таблетку, обязательно на батарейке, никакого открытого огня. Идея с фотографиями на подушках кажется вам тривиальной. Дополните фото ручной вышивкой, вложив в нее свой глубокий смысл. Главное украшение стола можно соорудить из пластиковых водопроводных труб. Возьмите те, что диаметром побольше, при помощи техники декупаж украсть вертикальными фотографиями и приклейте на деревянную основу герметиком. Теперь в них даже можно держать живые цветы. И последнее. Переносим изображение на деревянную палету традиционным способом, а именно используя специально предназначенное для этого средство под названием ModPatch. Распечатываем фото на лазерном принтере, обильно смазываем составом и прикладываем к деревянной поверхности. Оставляем сохнуть на 24 часа. После смачиваем полотенце водой и трем бумагу, пока она полностью не скатается с изображением. Покрываем защитным слоем лака. Продолжение следует...